Клево всем, друзья! Сегодня я на Кубани. Сказать, черте города, но с другой адагейской стороны. Новое для меня место. Ребята показали, интересная, большая яма. Приличная глубина. 80-й груз в самом глубоком месте, что я нашел, падает на счет 21. Я встал на вход в яме, надеюсь что-то поймать. Оставайтесь с нами, смотрим. Друзья, в этом месте, где я планирую сегодня ловить, говорят, нет-нет, попадается лещ. Кубани его немного, но здесь бывает летает. Поэтому я решил сегодня именно попробовать поймать леща. И всю основу делаю для него. Возьму черный лещ серии спорт, одну пачку миненко. И две пачки попроще. Тоже черный лещ. Запах очень похожий. Кормить буду очень много, работать довольно большими кормушками. Поэтому корма может понадобиться много. Если что-то останется, заберу домой. Теперь добавляю немножко воды, чтобы прикормка слегка стала мокрой. Влажной. Пачки не оставляем, всегда забираем с собой, потом выкидываем. И лучше, чтобы прикормка слегка намокла, чтобы она начала пить воду и раскрываться. Чуть-чуть есть. И залью это все аромой, Дунаев, лещ. Вот так вот буду. Миненко и Дунаев. Взял хорошую прикормку и спортер. Взял хорошую прикормку и спортер. Всю баночку выливаю. Не будет у нас прикормка лещ Миненко, а Рома лещ Дунаев. И посмотрим, как сработает. Следующий ролик, Детр Петрович, с замотанным целлофаном будет нести тебя. Точно. Все, на данном этапе влаги хватит. Ничего пока добавлять не надо. Постоит, впитает в себя арому воду. И тогда уже до нужной готовности будут добавлять еще воды. А пока определяемся с точкой ловли. Ну что, друзья, прикормка готова. С точкой ловли определился. Примерно в районе 45 метров заброс. На входе в яму начинаем кормить. Сейчас я сразу положу в районе 5-6 кормушек. Кормушка 80 грамм. Как сказать, крокодил. Приобрел, попробовать, как они работают, как держат, как выходят. Вроде становится сразу. Дошла до дна и встала. Так и старался найти точку, чтобы совершенно не прыгала. Антон у нас уже обрывился, поймал одного американского сомика. А мы вот еще даже не начали ловить. Делают нас, как пацанов. На счет 20 падает кормушка 80 грамм. Вот такая кормушечка крокодил. 80 грамм. Выглядит очень красиво. Средненький объем, небольшой, немаленький. Как раз подойдет нам красота. Ну что, вяжем поводочек. Бутуловить поводком 60 сантиметров. Работаю через вставку 30 сантиметров. Взрываю вставку. Монтаж у меня сейчас стоит с фидергамом. И ставим поводочек. Ставим пока 14 крючок на 12. На 12 лешечке. Одеваем петля с петлю. Столкнится мы всегда можем, как и уменьшится. Все готово. Начну по традиции с одного красного опарька. Пока все только начинается. Ну что, друзья. Первый пошел. С Богом. Вначале рыбалки я буду ловить немножко в темпе. Перезаброс в районе минуты. Потом дальше буду смотреть. Все по обстоятельствам и желаниям рыбы. Погодка отличная. Пасмурно. Но сегодня обещали переменную облачность дождь. После обеда сильно дождь разной. Надеюсь, получится ошибки не половить. Ну вот, первая рыбка. Антон, один-один. Рыбец, ребята, друзья. Огромнейший. Суперогромный рыбец. Смотрите. А это рыбец. Не будем рыбку мучить. Отпустим. Поклевочка. Поклевочка уперлась. Провка уперлась. Что-то есть у бегемота. Что-то, что-то есть у бегемота. Что в этот раз? Густера. Ребята, смотрите. Размеры гигантус. Вот. А, подлещик, Антоша. Это лещ. Это лещ, за которым мы и приехали. Беги, лещ. Даже в садов складывать не буду. Это наш кубанский лещ, друзья. Вот, представляете. На 40 метрах. Где-то на 4 метрах глубине. Вот такие вот лещи у нас в Кубане ловятся. А все говорят, рыба нет, леща нет. Да, Антофин? Листя не отчаясь. Листя не отчаясь, да. Листя не отчаясь, да. Гусь, терочка маленькая. Оно что-то нуло добро. Так, меняемся. Хе-хе-хе. Решил укоротиться. Сначала, сейчас за 30 сантиметров. Посмотрю на результат. Если результата не буду, наоборот, буду удлинять. Протаскиваю ее. Друзья, оставил уже несколько монтажей там, не могу, зацепляюсь за бровку и от нее спускаю и рыбу и монтажи, все там. Поклевывает слабенько, но поклевывает. Все упернет просто. Поклевывает в основном вот эта вот мелкая фиговина, подлещик густерка, он тон 1 грамм на 500 подлещика взял. И несколько американских сомиков. У меня ни одной сомика не было, просто он вот такой вот. Поставил 60 грамм кормушку и чуть-чуть изменил угол заброса. Пока вот стало нормально. Да, потерял точку, заново придется кормить. Зато может получиться уходить, что-то не делать. Что-то есть. Да, рыбка. Есть американец. Хе-хе-хе. Вот такой. Вот такой американский сумик, ребятки. Вот такой красавец. Калюти. Вот такой небольшой американский сумик. Вот такой. Рыба, вот и карась твой, Антоша. Я его сделал, я карася поймал, учись. Ха, кубанский карасик, ребятки. Вот такой маленький, красивенький. Вон, человек, все время, вышло вот так. К ноге привязал, наверное. Такую дергать, проснется, подсечет. Куда впороло? Кто там? Карасик, 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 карасик. Карасик, мой любименький, ребята. Карасик, смотрите, какой красивый. Ой, какой он, а. Ой, какие плавнички у него. Смотрите, а, растопырка. Класс. Ну что, друзья, опять идет дождик. Рыба слабенькая, но поклевывает, но поклевки какие-то такие. Дюб бросила, дюб бросила. Ничего не понятно. Вроде рыбка. Вроде рыбка. Вроде рыбка. Вроде рыбка. Вроде на рыбку что-то похожее. А может, кажется. Нет, есть что-то. Пока еще есть. Пока обровку не обилась. Рыбка. Что-то там. Карасик. Судя по выходу на спине. Это карасик, ребятки, опять. Ай-яй, не убегай. Вот такой вот. Весь в песке. Ну, карасик. Сегодня работает исключительно белый опарыш. Ну, можно еще с комбинацией с красным, но хуже. Лучше всего именно белый. Чисто ганом. Опа, пошла родимая. Да металл. Ласточка пролетала. Не попал. Иди сюда. Иди рыбка. Я хочу рыбку. Рыбка. Есть ли ты там или нет? Не пойму. Есть. Что-то есть. Что-то есть. вегемота что-то маленькая о чихонь ребята я чихонь поймал смотрите какая красавица смотрите о какой рот у него огромный смотрите карасик у тебя американцы у меня карасик кто на что учился одинаковый как будто этот стоит там вот такой среди красавицу ворогу красивый круглый золото-серебряный да как перешел в яму ловить там у меня стал лучше работать именно длинный поводок работал и метровым сейчас перешел на 30 на 60 меня он устраивает и вот именно всех карасиков я поймал именно на длинный поводок на 60 длиннее он там она короткий американских американцы густера 2 сазанчика грамм по 300 рыбка 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 давай давай ко мне иди рыбка ты клюешь давай давай плыви кто там карасик да карасик я по карасику врываюсь не круг сазан ребята я дикого сазана поймал дичайший сазан вот смотрите дикарь ребята дикарь самый настоящего урок смотрите вот так выглядит дикий кубанский сазан вот настоящий сазанище беги беги малыш беги пока антон тебя не съел ну что друзья вот у меня сегодня микро улов пяток карасиков 1 1 американский соник 1 чихонько несколько густерок был хороший сход но погода возможно взяла свое рыба придавленная в коматозе и много времени потерял и на дальней бровке когда помучился с этой не буду выражаться бровкой который потерял три монтажа потерял кучу поводков пока не перешел на ближняк и вот это вот поймал рыба была слабенькая хотя а у меня еще в улове сегодня был сазанчик вот дикий сазан вот такого же размера как этот карасик он тона чуть получше он сразу ловил в яме ближе и хорошо подловил хороший американский сумик пяток поймал может больше подлещика в принципе место место как место в любом другом месте кубани в черте города результат был бы такой же что мне здесь понравилось то есть участок где можно ловить на маховую удочку и сюда я обязательно приеду с маховой удочкой ловить с берега так что друзья до встречи на воде ставьте класс подписывайтесь